С Новым Годом, дорогие друзья! Год уходящий был интересным и насыщенным, подарившим нам много хорошего. Бандит Лукашенко снова обещает белорусам светлое будущее. Диктатор рассказывает вместе со своими прихвостнями о конституционном перевороте и как сильно он поможет Беларуси двигаться вперед. В 2021 году, в начале 2021 года, лукашенковские бандиты обещали белорусскому народу ввести в эксплуатацию 13 учреждений среднего образования. Год прошел и время подводить итоги. И я эти итоги подвел. Получается, что за 2021 год в Беларуси на 11 дошкольных учреждений стало меньше. То есть вы понимаете, да, планировали 13 ввести, а получилось, что 11 снесли. А суд в Гомеле не забыли построить. То же самое нас ждет и с конституционным переворотом. Кто управляет нашей с вами страной? Кто эти люди? Сегодня я подготовил небольшую нарезку, которая олицетворяет тех людей, которые в наших городах являются губернаторами. Люди, которые представляют диктатора на местах. Вот как это выглядит. 2021 год станет еще одной перевернутой страницей в жизни каждого из нас. Этот день чудесным образом погружает нас в мир детства. Хочу пожелать нам всем здоровья. У нас большие планы в развитии экономики. Пусть в ваших семьях царят любовь. Мы все разные по профессии, социальному положению. Президент нашей страны видит Гомельскую область цветущим краем. Когда от выбора каждого зависит успешное развитие нашей любимой Белоруссии. Эти часы, минуты мы особенно остро чувствуем, как летит время. Мы построили современную, стабильную и успешную страну. Эмбарго вступило в силу. Лукашенко вместе со своими прихвостями подготовили определенный перечень товаров и продуктов, которые Европа и Америка не может поставлять в Беларусь. Ну, чтобы вы понимали, эти самые товары больше не будут лежать на полках белорусских магазинов. Но тут интересно почитать этот самый список, что именно они исключили. Можно сказать прямо и откровенно, это просто фарс, шум, дабы заявить о себе. По большому счету в этом списке товаров нет ничего, что по большому счету кто-либо потреблял. Ну, за редким исключением. Но самое главное, об этом громко сказать. 1 января 2022 года Украина закрыла свой порт для Российской Федерации. И это очень важно в связи с последними событиями мировой политики. Мы слышали много заявлений о том, что Россия планирует нападать на Украину, что она стягивает войска. В связи с тем, что диктатор на референдуме поднимает вопрос о том, что наши солдаты могут участвовать в военных действиях, то можно сказать так, что эта война может затронуть и нас. Многие люди говорили о том, что этой войны не бывать. И я очень сильно на это рассчитываю. Байпол заявлял о том, что скорее всего эти силы стягиваются к Белоруссии, а не к Украине. Что тоже, в общем-то, не особо радует. Ситуация довольно накаленная, и Украина заранее защищает свои территории. Ситуация накаляется. И диктатор один из тех, кто эту самую ситуацию накаляет. Нет, он не ключевая фигура. Далеко не ключевая. Но он тот винтик, который помогает двигаться этой системе. Нину Богинскую в день своего рождения, в день 75-летия, доставили в психдиспансер. Нина Богинская вышла на улицы наших городов, на улицы минских городов. С плакатом «Свободу политическим заключенным», за что ей огромная благодарность. Это человек, ну, просто неимоверной души. Это человек неимоверной силы. Так вот, эти неандертальцы схватили ее и отвезли в новинки. В общем-то, она там написала бумагу о том, что в лечении не нуждается, и у нее со здоровьем все в порядке, и ее отпустили. Но сам факт лицемерия лукашенковского бандитского государства. Вы помните, как диктатор говорил, Нину Богинскую трогать нельзя. Вот как только он сказал это, ее сразу начали тягать по дуркам и отделениям. Обыски и давление на родственниках. Вот так работает лукашенковское слово. Говорит одно, делает совершенно противоположное. Нине Богинской огромный респект. И с прошедшим днем рождения. 30 декабря у нее было день рождения, так что можете в комментариях поздравить Нину Богинскую. Лукашенковские пропагандисты назвали «Лучшее блюдо года». К Новому году «Лучшее блюдо». И я предлагаю посмотреть. На месте Греши я бы как-то запатентовала эту историю, запечатлила ее. Может быть, предложила бы какое-то блюдо, там, язык озаренка, что-то такое. Если бы у белорусских пропагандистов было хоть немного креатива, то я думаю, что на белорусском ТВ они бы точно не работали. Поэтому вот такие вот подобные заявления, которые заставляют нас смеяться, будут постоянно появляться в сети интернет. Но не могут они ничего умнее придумать. В Сморгоне совершено нападение на снеговика. В общем-то, молодой парень напал на снеговика и теперь ему грозит уголовное наказание. Я когда посмотрел данную фотографию, подумал, что это снеговик из снега и действительно засмеялся. Но по факту это, в общем-то, не снег и снеговик, поэтому, в общем-то, молодой человек должен был, по идее, быть наказан. Но насчет уголовной статьи я очень сильно сомневаюсь. Но факт остается фактом. Хотя вполне возможно, ему дали 339-ю часть первую, по которой светит, ну, максимум сутки. Поэтому, в общем-то, будем следить за ситуацией. Скорее всего, он напал на него, потому что снеговик был белокрасно-белый. Я так предполагаю. Ну, иначе зачем ему было нападать на неодушевленную игрушку, которая символизирует Новый год? Своё мнение напишите в комментариях. Посол США поздравил белорусов с Новым годом. Вот посол Соединенных Штатов Америки поздравил белорусов. Другие лидеры других стран, европейских, развитых, поздравили белорусов. А лукашенковские бандиты все в одно горло и рассказывали нам, что впереди референдум, и мы обязаны выполнить свой гражданский долг. Ну, то есть, в общем-то, прийти на участок и проголосовать за то, что нас загоняют в Северную Корею, и страна превращается из президентской в монархию. Ну, что диктатор будет, в общем-то, вселенским монархом. Что меняется в Беларуси с 1 января? Дорожают коммунальные услуги. Налог на владение жильем будут платить все, а не только те, у кого больше одной квартиры. Базовая величина теперь не 29, а 32 рубля. Это значит, увеличатся штрафы и социальные выплаты. На 4% увеличены тарифы на услуги связи. Сокращена сфера применения единого налога для ИП. И я почитал этот список для этих самых ИП и понял, что, по большому счету, его практически ликвидировали. Так как все маломальские значимые организации, которые занимались маршрутной такси или, в общем-то, какие-то другие организации, которые могли хоть как-то зарабатывать, были оттуда убраны. Ну, в общем-то, платите больше налогов. Это то, что предлагает диктатор уже в 2022 году, помимо референдума. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в топ. Друзья, помним про политических заключенных и родных и близких политических заключенных. Это очень важно. В новом году усиливаемся и оказываем максимальное давление на диктаторскую хунту. Вместе, объединившись, идем к победе. Ни шагу назад, не отступаем. Идем только вперед и до победы. Живе, Беларусь!